Всем привет на канале Ассоциация защиты животных. В этом видео я расскажу вам почему шиншилла кусается и что делать если грызун вас укусил. Если вас укусила шиншилла до крови, то первым делом необходимо обработать место укуса хлоргексидином или перекисью водорода. Далее вытереть рану стерильной салфеткой и помазать йодом или зеленкой. После этого заклеить бактерицидным пластырем. Шиншиллы редко являются переносчиками заболеваний, но если грызун, укусивший человека, болеет, умирает или в месте укуса появляются нарывы, зуд, покраснение или опухоль, обратитесь к доктору. Для того чтобы грызун вас больше не кусал, важно понять причину укуса и устранить ее. Чаще всего шиншилла может укусить в стрессовой ситуации, если она боится или вы сделали животному больно. Чтобы грызун вас больше не боялся, нужно его приручать. Как это делать я рассказывал в одном из предыдущих видео. Ссылку на него я оставлю в подсказке и в описании к этому видео. Чем раньше вы начнете приручать шиншиллу, тем это будет быстрее и легче. Взрослых животных приручать намного сложнее, а иногда даже невозможно. Если вы только приобрели грызуна, то его лучше несколько дней не брать в руки, поскольку от стресса животное может укусить. Если ваша шиншилла приручена, то ее периодически нужно брать на руки, поскольку если этого не делать, то со временем она отвыкнет и снова начнет бояться рук. Помните, что шиншилл, как и других грызунов, нельзя брать руками сверху, так как грызун может воспринять это как нападение хищника и укусить. Для того, чтобы взять питомца в руки, подставьте ладошку под живот шиншиллы, а второй рукой придерживайте питомца сзади. Когда вы находитесь рядом с шиншиллой, то не нужно громко говорить и делать резких движений, потому что это может ее напугать. Также нельзя брать грызуна во время сна, так как он может проснуться и от испуга укусить вас. Желательно не беспокоить животное и во время кормления, поскольку грызун может защищать свой корм. Старайтесь общаться с шиншиллой, когда она не голодная. Если шиншилла вас легонько покусывает, то скорее всего так она проявляет уход. Этим животным свойственно ухаживать за объектами, которые им дороги. Если они испытывают к хозяину нежные чувства, то могут слегка укусить, проявляя внимание. Чтобы отучить шиншиллу покусывать руки, слегка отодвиньте животное после укуса и скажите, что так делать нельзя. Ласково щелкните шиншиллу по носу и не давайте ей угощения после укуса. Грызуны довольно умные, поэтому через некоторое время поймут о чем идет речь. Еще одна из причин укуса шиншиллы – это ощущение боли, например, если вы сильно ее придавите или ей что-то не нравится. Кроме этого, вас может укусить беременная или кормящая самка, защищая свое потомство. Иногда шиншиллы дерутся. Если пытаться их разнимать руками, то можно получить укус. Поэтому в таких случаях желательно использовать перчатки. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы узнавать о выходе новых видео.